Наш депутатский запрос адресован премьер-министру республики Казахстана Оскару Зукпаевичу Мамину. Уважаемый Оскар Зукпаевич, в рамках реализации 30-го шага плана нации, 100 конкретных шагов, в Казахстане создан институт местно-полицейская служба, которая под отчет на местные власти и местному сообществу. Местно-полицейская служба Казахстана была создана в целях укрепления общественного порядка, профилактики преступности, повышение уровня доверия населения к деятельности органов полиции и обеспечение прозрачности их работы. В соответствии с пунктом 1 статьи 4 в законах об органах внутренних дел, одной из основных задач органов внутренних дел является профилактика правонарушений. Между тем, анализ текущей ситуации показывает, что в этом направлении до настоящего времени имеются существенные проблемы. Большая нагрузка. Согласно нормативам, нагрузке сотрудников и работников органов внутренних дел на одного участкового инспектора в городской зоне должно приходиться 2300 человек, а в сельской местности 1800 человек. Между тем, на практике в среднем на одного участкового инспектора приходится не менее 3000-4000 человек, а в сельской местности доходит и до 5000. Текучесть и квалифицированность. Нагрузка на участковых инспекторов увеличивается за счет постоянно сохраняющихся вакансий. Это от 8 до 10%. К примеру, на сегодня вакантно более 400 должностей участковых инспекторов и более 70 их помощников. Квалификация участковых инспекторов и помощников зачастую невысокая. Отличение на несвойственные задачи. В соответствии с пунктом 2 статьи 9 законом об органах внутренних дел и пункта 20 правил организации деятельности участковых, ответственных за организацию работы участкового пункта полиции, участковых инспекторов полиции, их помощников и привлечения сотрудников местной полицейской службы к выполнению задач непредусмотренных законодательствам не допускается. Однако роль профилактики правонарушений принижена и деятельность подразделений местной полиции в некоторых регионах ориентирована в большей части на соблюдение правил благоустройства, недопущение несанкционированной торговли, обеспечение санитарного состояния и пополнение бюджета, ненадлежащей организации работы. В результате ненадлежащей организации работы большого расстояния между местом дислокации, отсутствия техники, автомобилей и других проблем на решение несложных задач участковых инспекторов уходит множество времени. Далее. Это ненадлежащее взаимодействие с другими государственными органами. В ряде регионах судами устанавливается лимит на количество рассматриваемых административных материалов в день. Например, в столице судами города Нур-Султан в день рассматривается только не более 20 административных материалов вне зависимости от количества поступивших материалов. В Павлодарской области их по 4. В Западно-Казахстанской области районные суды принимают материалы только в определенные дни недели. В городе Алматы суды требуют прилагать к материалам справки из психоневрологического и наркологического диспансеров, которые не являются обязательными. И при этом истребование подобных справок в отношении иногородних граждан увеличивает срок сбора материалов от 10 дней до месяца. Участковые инспекторы вынуждены освобождать правонарушителя до вынесения решения по делу, а в дальнейшем повторно тратят сил на его поиски для исполнения решения суда, что приводит к уклонению от правосудия. Таким образом, на сегодня участковый инспектор в среднем тратит от 14 до 16 часов на выполнение несвойственных функций. И это порождает постоянное его отсутствие на участке и недостаточное проведение профилактической работы. Особенно это актуально для сельской местности, где одним участковым инспектором обслуживается по 3-5 населенных пунктов и расположенных друг от друга на значительном расстоянии, порой до 70 километров, а также от районного центра порой до 400-500 километров. Указанное обстоятельство не позволяет качественно выполнять поставленной переслужбой задачи, а также отрицательно сказывается на уровне доверия населения к полиции, в связи с чем прямыми обязанностями участкового инспектора занимается всего лишь 2 часа в сутки. Отсутствие условий труда. Участковые инспекторы вынуждены работать, ну порой, можно сказать, даже в нечеловеческих условиях, в полуразвалившихся аварийных зданиях, при отсутствии отопления света, естественного освещения, санитарных узлов и необходимой оргтехники. Не исключением является и столица, город Нур-Султан. Из 2826 участковых пунктов полиции, 812 или 40% не имеют вообще даже телефонной связи, 1761 или 62% расположены в зданиях Акиматов и иных организаций, где не созданы необходимые условия для осуществления повседневной работы и содержания доставленных лиц. Столько же, а это 1753 участковых пункта, не подключены к информационным системам МВД и Комитета правовой статистики. 1428 или более 50% требуют ремонта. В 169 населенных пунктах отдельные помещения для участковых инспекторов вообще отсутствуют, и они вынуждены располагаться в кабинетах совместно со специалистами Акиматов и других организаций. Половина участковых инспекторов в отдаленных сельских районах не обеспечены жильем по месту несения службы, что также создает значительные трудности для оперативного реагирования. При этом, в сравнении с другими службами органов полиции, находящимися на республиканском обеспечении, участковым инспекторам и их помощникам не проводится оплата за аренду жилья. Такая же ситуация по мебели, служебному транспорту, радиостанциям и офисной технике. Наличие стольких организационных проблем фактически делает сложным качественное выполнение участковыми инспекторами полиции своих функциональных обязанностей. Имидж полиции повышения доверия населения к сотрудникам органов внутренних дел во многом зависит от участкового инспектора полиции, что особенно актуально в свете повышения роли профилактики правонарушений в деятельности полиции. Исходя из изложенного, прошу вас поручить Акимам областей и городов Нур-Султан, Алматы, Шенкент 1. Рассмотреть вопрос о выделении финансирования для обеспечения надлежащих условий труда участковых инспекторов полиции, обеспечения ремонта зданий, автомобилей, мебели, оргтехники и другие. 2. Рассмотреть вопрос о решении жилищных проблем участковых инспекторов и их помощников. 3. Поручить Министерству внутренних дел 1. Пересмотреть количество участковых инспекторов с учетом нагрузки, а также планируемого увеличения объема работы в рамках гуманизации уголовного законодательства. 2. Пересмотреть работу местной полицейской службы для исключения фактов от лечения на невыполнение несвойственных задач и снижения сроков подготовки материалов. 3. Наладить надлежащее взаимодействие между местной полицией и судами. 4. В целях усиления службы и привлекательности участковых инспекторов полиции формирование качественно-профессионального ядра предлагается предельное звание ответственным старшим участковым инспекторам полиции за организацию работы участковых пунктов полиции. Андрей Иванович, регламент, вы уже 7 лет. Извиняюсь, поднять до звания майор-подполковник. Благодарю за внимание. Подписались. Лукин, Волков, Бекназаров, Сулеймин. Субтитры создавал DimaTorzok